Всем привет, ребят! С вами Стивен, и сегодня я хотел бы сделать ролик, который можно будет посмотреть со своей мамой. Да, вообще, в принципе, можете смотреть его с родителями, я вам обещаю. Это игра Mortal Kombat Mobile, и сегодня у нас будет финалочка, просто вот финалочка. Та самая, которую давно я должен был сделать, но вот только сейчас я набил ровненько 9 сентября эти недостающие башни, и я дошел до финала Эдениской башни Фатально. Это последний раз, когда я ее смогу пройти, я не знаю, сколько попыток я убью на нее, но уже, по крайней мере, две попытки я убил, чтобы ликвидировать одного персонажа. Что будет дальше, посмотрим в этом ролике, поэтому советую перейти на него и посмотреть. Поехали! GameGold.ru – сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Steven Bonus дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Steven Skidka. При покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. А как я придумал? Круто и неожиданно. Посмотрите, ребята, у меня 3693 души. Мне кажется, именно на этом аккаунте у меня никогда в жизни столько душ не было. Потому что, да, благодаря двум испытаниям, которые я прошел без особых проблем, и то, и то испытание было легкое. Кроме Люкана, там на последней битве на Старшем Боге требовался либо Каббл, либо Рептилия. И то, и то это довольно редкие персонажи. Хотя, ладно, с Рептилией не так уж и редко, но с Кабблом определенно. Все-таки есть только лишь одни алмазки. И есть еще одна проблема, то, что у меня был только один Кракен прокачан, поэтому пришлось тащить им. Но, в любом случае, я довольно быстро прошел эту башню. И, конечно же, как вы видите, особых проблем у меня не возникло. Две попытки я уже потратил, добил Рейна классического. Да я понимаю, что самое главное, это, конечно же, посмотреть, какой персонаж мне выпадет. Ну и, в конце концов, подвести хоть какие-нибудь итоги. В плане того, что вообще, в принципе, мне выпало за прохождение Эденийской башни. Осталось совсем немного времени, там буквально два денька, и все, башни больше не будет. Поэтому я считаю, что прямо сейчас мы должны буквально с трех-четырех пропыток ее пройти. Это самое быстрое прохождение будет. Конечно, маловероятно, что у меня так получится пройти ее. Но я хочу верить в самое лучшее, в то, что у меня получится это сделать. Так, ребят, я уже сыграл, наверное, поединка 3, мне нужно что-то делать определенно. Поэтому давайте, наверное, сейчас мы прям будем жестко, по-жесткому играть прям. Наносить глобальнейший урон и прям размажем этого Рейна по-быстрому. А то он подофигел немного. У меня мало того, что таланты ни разу не срабатывали практически, так еще и он выпендривается очень сильно. Вот, 498 тысяч, другое дело. Урон прям попер. Попер урон. Конечно, надо больше, надо больше урона. Ой, 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 тише, тише, тише. Ты че меня так избивать-то начал? Так, еще мы ослепление ему повесили. Давай, давай, давай. Отлично. И добивающий прям, добивающий. Красиво, красиво. Ну и сейчас, конечно, он будет восстанавливать здоровье. Это 100%. Ну и тут единственное, что, конечно, стоит на везение как-то играть. Я надеюсь, на это везение у меня сыграть получится. И я в какой-то момент времени сумею затащить. Все равно восстановил все здоровье. В принципе, можно не запариваться. Но, может быть, когда-нибудь исчезнет вот это вот и ослепление, и все остальное. Ослепления нету. Исчезнет, исчезнет кости. Кости, как оно? Увечья, увечья. Хотел сказать увечья. Забыл, как называется. Но бывает. Что ж поделать. Не я такой. Жизнь такая. Так, а при смене меня не поджигает? А то мне показалось, что периодически меня как будто бы ждет при смене. Странная ситуация на деле. Возможно, это и неправда. Но это чисто вот мои ощущения такие. Так, ну блин. Я не могу набить спецприем. Из-за вот этой вот ледышки. Поэтому, наверное, я сделаю так. А далее убираем персонажа. Ааа, ненавижу добивание. Смоук. Ну, не добивай, пожалуйста. Спасибо огромнейшее. Добивание сейчас вообще не к месту здесь. В особенности, когда вот такая вот хурма происходит. Ой, ой-ой-ой. Мне аж два персонажа добили. Капец. Вот что только что произошло. Я тупо тапал. Я даже не понял, что произошло на деле. Ну, а Люкан такой, да, блин. Без проблем. Я справился. Я затащил. Проблем нету. Персонаж просто-напросто только что был добит без особых проблем. Как? Что произошло? Непонятно. Ни одним персонажем даже тапнуть не успел. Идеальная ситуация. Итого уже седьмая попытка вроде бы идет. Седьмая. Это, да, седьмая попытка. И до сих пор этот отряд, он не показывает себя настолько великолепно, насколько мне бы хотелось, конечно. И хотелось бы прям вообще в принципе как-то по-быстрому победить. Но, как вы видите, Бог Люкан, Огня Бог, Огня Люкан, он прям неприступен. Но многие, конечно, на него прям очень сильно гонят. И я согласен с большинством людей, то что... Правильно, то что вы гоните на него. Так как, ну, сам по себе персы, я не знаю. Моих нервов периодически тоже не хватает. Вот сейчас я горю, если он по мне хотя бы один раз ударит, то все, он восстановит себе здоровье. Но я надеюсь, он бить меня не будет. И поэтому, да, все отлично, огонь исчез. По 298 тысяч наношу пока что. И вроде даже солидненько, солидненько. Главное, чтобы по мне не был нанесен урон. О, он уже спецприем второй накопил. Уже, уже страшнее, ребят. Уже в разы страшнее. То, что будет происходить дальше, я без понятия. Я без понятия. Надеюсь, что ничего такого. 172 тысячи, можно было бы и больше. Но вот почему-то здесь добивания не было никакого. Так, отлично. Смотрите, пока что игра нам прям очень хорошо помогает. И Скорпион за счет этого хорошо так выезжает. 344 тысячи. Так, ну, пока что идем. Я не знаю, это удивительно на деле. Давай, давай. А, нет, 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 нет. Стой, 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 стой. У меня щит вообще-то работает. Хорош, он по счету наносил урон. И тем самым он дико, прям люто даже закосячил. Блин, мне бы еще один крит хотя бы на 500 тысяч. И я бы прям великолепно прошел этот поединок. И проблем бы не было. Хотя, хотя только что мы взяли вот за один только лишь бой. И нагнули этого Люкана. 7 попыток. Я бы не сказал, что это хорошо. Вот если бы так всегда играли персонажи, я бы проходил буквально за пару попыток. Но вот опять же это рандом. Кто-то вот опять же будет спорить, я уверен. И говорить то, что нет, это надо тактикой и так далее. Да какая тактика? Это все рандом. Либо у вас срабатывают таланты, либо не срабатывают. Либо у вас срабатывают с шансом каким-то определенным спецприем. Ой, не спецприем. Какой спецприем? Я имел в виду не спецприем, а пассивная способность. Либо не срабатывает. Тоже очень сильно влияет это все. И, конечно же, сейчас мы получаем копье короля от Джерарда. Хотя я надеялся хоть на какую-то более-менее достойную экипу, а не копье короля от Джерарда. И следующая экипировка, она с уголком. Но, возможно, это будет нечто крутое. Давайте посмотрим. И это у нас Ассасин Китана. Игра говорит, выкусим. Чувак, не будет тебе никакой более-менее нормальной экипировки. И я такой, ладно. Ладно, я как-нибудь с этим смирюсь. Окей. И давайте в конце концов посмотрим, что я сумел собрать за вот этот вот достаточно-таки небольшой срок. Хотя как-то небольшое. Полтора месяца, наверное, этой башни аденийской прошло. И, естественно, есть чем похвалиться, конечно же. По снаряжению это прям и маска безумия династии, и страж принцессы, и парадная форма династии. Ничего не вкачано, кстати, из редкого и эпического на десятое слияние. Я не знаю, как у ребят так получалось качать. Но мне не везло в этой башне. Мне выпадало очень мало всего интересного. Парадная форма династии имеется. Также божественный наплечник торнадо до четвертого слияния. Королевское вино десятого слияния. Эдениский пирог десятого слияния. Удивительно, почему так. Сапфировый кинжал пятого слияния. Копье короля Джерарда первого слияния. Венок предателя десятого слияния. И вроде бы все. Дальше уже идет, да, экипировка башни черный дракон. Вот такая вот экиппа у меня появилась. И помните, что один эпик мне выпал как раз таки с того бесплатного набора. Который когда-то давно давался. С того, да, с того самого. И это было уже достаточно давно. По персонажам. Достаточно много персонажей десятого слияния. Я прокачал из набора за 150 душ. Прям очень часто они выпадали. За это огромнейшее спасибо игре. Но нас определенно интересуют, конечно же, персонажи. Которые мне выпадали с обычных битв. Имеется с сотого поединка. Либо с двухсотого. Ну, не с обычных, а именно с алмазных битв. Это Шансун МК-11. Который у меня стал четвертого слияния. Далее, если мы пройдем, то мы увидим еще одного персонажа. Который у меня кое-как прокачался. Так, дальше, дальше. По-моему, Рептилия мне выпадал из набора. Также мне выпадал, по-моему, классический Джакс Биггс. Джонни Кейдж ударной группы мне выпал. Одна карта выпала. Я прям тогда подофигел. Это было очень и очень круто. Кесси Кейдж ударной группы, если честно, не помню. Ассасин Китана. Вот это вот все три карты, которые есть. Они мне выпали как раз-таки из Эденийской башни. Поэтому, конечно, им тоже огромное спасибо. За то, что они выпадали. И, по-моему, еще какая-то Китана оттуда выпадала. Может быть, Ранин. Могу ошибаться. Возможно, кто-то из этих персонажей. Рейден МК-11, в принципе, да. Вроде как оттуда выпал. Эрон Блэк Дня Мертвых выпал оттуда. Это большое количество персонажей, которые, в принципе, как-то они особо-то на мою игру никак не влияют. И не будут влиять в ближайшее время, пока более-менее не прокачаются. Скорпион МК-11 мне оттуда выпал. Рейден Инджестис 2. Рейн МК-11. Вот Рейн МК-11. Это прям топ. Вот то, что он оттуда сыпется. И мне один раз повезло. Но они у меня все первого уровня, потому что для меня это бесполезные персонажи. Китана Круга Тени тоже. Терминатор Тёмная Судьба. И вот ещё те персы, которых я не достал. Это достаточно большое количество персонажей. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 персов. 11 персов, которых у меня ещё нет в коллекции. Но хотелось бы напомнить то, что этому аккаунту меньше года. Вот такой вот, ребят, ролик получился. Надеюсь, он вам понравился. Потому что это был последний видос, где я подводил итоги Денисской башни. Выбил ещё одну карту. И, конечно же, выбил эпическую карту. Первоначально я про персонажа имел в виду у себя в голове. Но этого не озвучил. Да, и вторая карта, это, конечно же, эпическая карточка была. Но не выпала полностью всех эпических карт, насколько я понимаю. Потому что на Рейна я бруталку так и не собрал. Но в некоторых башнях везёт, в некоторых не везёт. Но если в глобальном плане рассматривать эту башню, то мне в ней очень сильно везло. И выпадали довольно интересные персонажи. Тот же самый Дженикейдж ударной группы. Блин, это очень круто было, когда он мне выпал. Поэтому всё-таки я считаю, что ролик получился достойным. Да и, в принципе, башня хорошая. Поэтому будем смотреть, что будет дальше. Надеюсь, что будет тоже крутая башня. А пока что всем спасибо огромнейшее за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok